Я думаю, что действительно было принято правильное решение. Сейчас нам нужно проявить свою гражданскую сознательность и помочь нашим братьям, крымчанам, можно так наговорить, то есть это, я так думаю, все-таки будет отдельный субъект, и оказать в столь трудное время, сейчас действительно оказать ту помощь, на которую сейчас мы с нашим главой приняли такую резолюцию. Естественно, я так думаю, что в беде, вы сами знаете, что нельзя никого оставлять, и если мы будем дологать усилия, мы все победим. Дело в том, что сейчас не такая уж ситуация гладкая, вы знаете, потому что сейчас надо договариваться, убеждать наших зарубежных коллег, что мы поступили, в общем-то, правильно, и надо уважать изъявления народа крымчан. Это, думаю, наши все эти действия как раз-таки помогут, я там, помочь народу крыну нашим братьям. Событие действительно историческое, и федеральное руководство нашей партии, и, естественно, региональное отделение патриотов России в Калмыкии всячески поддерживают инициативы федерального руководства, и, в частности, мы поддерживаем инициативу главы республики Калмыкия в том, чтобы оказать всемирную поддержку народу Крыма. Я счастлив, что мы явились свидетелями такого исторического события, что воссоединение Крыма с Россией произошло на наших глазах, и, естественно, будем всячески содействовать теперь установлению государственной системы российской, именно Крыму. Спасибо. Политическая партия Родина, как и федеральное, наше руководство, так и региональное отделение поддерживает те инициативы, которые проводят сегодня правительство Российской Федерации, наше руководство. Это то мероприятие, председание Крыма, это мероприятие, которое объединяет всю страну. Невзирая ни на что. Надо понимать, что это только первый шаг. Впереди, я думаю, что еще и восточные регионы Украины, которые пожелали быть в составе России. Но это дальше надо будет работать. А в целом мы поддерживаем все начинания, которые сейчас происходят. От лица регионального отделения политической партии «Гражданская платформа», также присоединяюсь к мнению предыдущих моих коллег, считаю, что здесь не должно быть никаких условностей и недосказанностей. Так же, как и мои коллеги, мы поддерживаем инициативу президента Российской Федерации, инициативу Республики, и правительство Республики, главы Республики. Впервые после развала Советского Союза произошло в России событие, которое объединило все народы Российской Федерации вокруг руководства. И мы впервые убедились, что у нас есть руководство сильное, грамотное, мужественное. И мы считаем позиции президента Российской Федерации, позиции всего народа Российской Федерации. Естественно, конечно, в трудную минуту мы всегда должны протягивать помощь своим соотечественникам, где войны были, не только на Украине, но и, естественно, конечно, и в Латвии, и в других странах. Поэтому сегодня инициатива руководства Республики, которая пришла к мнению, что необходимо всей нашей Республике помочь народу Крыма, она поддерживается коммунистами и на федеральном уровне, и на региональном уровне. У нас уже работа такая проводится, мы уже средства коммунисты, сторонники, перечисляем. Какая сумма, на сегодняшний день мы еще не знаем, потому что разные счета. Ну и мы будем продолжать. Поэтому мы призываем всех жителей нашей Республики в трудную минуту нашим людям, то есть крымчанам, нашим соотечественникам, помочь, кто как может. Спасибо. Спасибо.